Продолжение следует... И это очень важный момент, что риск венозных тромбоэмболических осложнений онкологических пациентов повышен всегда. Он повышается с момента установления диагноза, он увеличивается в процессе оперативного лечения, противоопухолевой лекарственной терапии. В процессе вхождения пациента в стадию ремиссии этот риск снижается, и затем при рецидивах онкологических заболеваний этот риск всегда увеличивается. Но этот риск, он всегда повышен и выше, чем риск венозных тромбоэмболических осложнений в общей популяции. И это обусловлено прежде всего тем, что нормальный гемостаз, то есть поддержание крови в жидком состоянии при отсутствии тромбозов, это всегда баланс между прокоагулянтными, антикоагулянтными, фибринолитическими и антифибринолитическими факторами. И Алексей Сергеевич про это сегодня говорил, что при наличии онкологического заболевания, замедление кровотога, гипергоагуляция и повреждение сосудистой стенки сдвигают этот баланс в сторону прокоагуляции. И если говорить о всех случаях тромбозов, то по различным данным канцер ассоциированным тромбозом составляет до 30% всех случаев венозных тромбоэмболических осложнений. И что очень важно для онкологической практики, что тромбоэмболия занимает второе место как причина смерти онкологических пациентов после прогрессирования рака. Кроме того, что очень важно, венозные тромбоэмболические осложнения являются значимой причиной отмены или задержки проведения лекарственной противоопухолевой терапии. И на данном слайде видно, что задержка в лечении на 4 недели может увеличивать риск смерти пациента на 14%. То есть это очень значимые цифры. И безусловно, так как любой эпизод лечения острой венозной тромбоэмболии, он будет продолжаться как минимум 6 месяцев. Алексей Сергеевич говорил, что существуют еще данные, которые говорят о том, что пациенту и после 6 месяцев достаточно длительно показана будет антикоагулянтная терапия. То безусловно, такое лечение это достаточно дорогое мероприятие. И поэтому в онкологической практике как никогда важно очень четко понимать те методы профилактики, которые мы можем применить у онкологических пациентов. И для того, чтобы нам из всей массы онкологических пациентов выделить именно тех пациентов, которым показана такая профилактика, существуют специализированные шкалы. Если пациент подвергается хирургическому лечению, то это традиционная шкала Каприни. Если пациент подвергается химиотерапевтическому лечению амбулаторно, то это шкала Харана и ее модификации. Если стационарно, это общетерапевтическая шкала ПАДО. Если пациент получает лучевую терапию, то каких-то валидированных шкал для оценки необходимости профилактики в амбулаторных условиях на самом деле нет. А если пациент получает стационарно лучевую терапию, то здесь возможно применение традиционной шкалы ПАДО. Это шкала Каприни, уже мы про нее говорили. То есть большое количество баллов, большое количество факторов с различным весом, разделенным по степеням. И при большом количестве баллов по шкале Харана пациенту необходимо проведение профилактики. И я вот специально про это говорил, что существует принципиально два метода механической профилактики в онкохирургии. Это традиционный компрессионный трикотаж и переменная пневматическая компрессия. Так вот, особенностью является то, что применение компрессионного трикотажа в онкохирургии, оно не всегда, мы его встретим во всех современных клинических рекомендациях. Допустим, рекомендации НССН, там ношение компрессионного трикотажа как метода профилактики механической отсутствует. И признается только польза от переменной пневматической компрессии. И если мы говорим о методах медикаментозной профилактики, то согласно современным представлениям, здесь, конечно, основную роль играет низкомолекулярный гепарин и фондопаринукс. И в меньшей степени нефракционированный гепарин. И также не стоит забывать, что есть операции высокого риска. Это, прежде всего, операции на брюшной полости и органах малого таза, когда риск венозных тромбо-болических осложнений сохраняется еще в течение месяца после оперативных вмешательств. И поэтому таким пациентам необходима продленная профилактика в течение 28 дней с помощью низкомолекулярных гепаринов. Шкала ПАДУА. Мы про нее говорили. И вы видите, что на самом деле активный онкологический процесс, он дает нам сразу 3 балла. И большинство пациентов с онкологическим заболеванием, которые госпитализированы в стационар, они будут иметь на самом деле высокий риск венозных тромбо-болических осложнений. Если мы говорим о пациентах, которые подвергаются противоопухолевой лекарственной терапии, здесь основную роль играет шкала Харана и некоторые ее производные. И принципиально другая шкала с другим набором факторов – это шкала Компас-Кэт. И вот так выглядит традиционная шкала Харана. Наверное, все ей пользовались, кто занимается противоопухолевым лекарственным лечением. И здесь основное значение имеет высокотромбогенные типы опухоли. Это рак желудка, рак поджелудочной железы, опухоли головного мозга, менее тромбогенные опухоли – это тромбоцитоз, это лейкоцитоз и анемия у пациента. И также высокий индекс массы тела. И считается, что если у пациента 3 и более балла, согласно современным представлениям, рекомендациям Русска 20-23, такому пациенту, если 3 и более балла, показана антикоагулянтная профилактика. Но шкала Харана, она, к сожалению, не описывает всю палитру тех ситуаций, которые могут складываться при проведении противоопухолевой терапии. И было отмечено, что существует достаточно много ситуаций, когда по шкале Харана мы имеем средний или низкий риск, а у пациента случается тромбоз. И были предложены несколько модификаций шкалы Харана с целью повысить ее чувствительность. И одной из таких модификаций является шкала Онко-Теф. И видите, что наличие 2 баллов по шкале Харана является 1 баллом по шкале Онко-Теф. Наличие в анамнезе венозных тромбоэмболических осложнений метастазов и инвазии в сосуды является также добавляет по 1 баллу. И если у пациента 2 и более балла по шкале Онко-Теф, то у такого пациента высокий риск, и необходимо его подвергать профилактике. Также, частично мы про это уже сегодня говорили, существуют и другие модификации шкалы Харана. Это венская шкала, протект, конка. И когда добавление какого-то другого фактора, вы видите, вот это лидодимер, поселектин, наличие химиотерапии гемцитабином, препаратами платины, у нас немножко изменяет традиционную шкалу Харана. И также вот есть шкала Компас-Скор. Вы видите, она очень хорошо подходит для пациентов, пациентов, которые подвергаются лечению по поводу рака молочной железы. Здесь большой набор факторов риска, которые обусловлены сопутствующими заболеваниями. И если у пациента 7 и более баллов по шкале Компас, то это пациент высокого риска. Для чего я говорю про эти все шкалы? Для того, чтобы если мы в результате расчёта по шкале Харана получаем низкий или средний риск, надо не полениться и пересчитать этого пациента по другим шкалам, возможно, этот пациент у нас перейдёт в категорию высокого риска. И мы ему назначим дополнительно антикоагулянтную профилактику. И у пациента, возможно, профилактика эпизода тромбоза. То есть, такая дифференцировка позволяет более детально отнестись к пациенту при проведении лекарственной противоопухолевой терапии. Что ещё важно? Важно то, что все шкалы были всё-таки валидированы для пациентов, которые получали химиотерапию. И на данный момент не существует каких-то валидированных шкал, которые могут применяться для пациентов, которые получают таргетную терапию, гормонотерапию или иммунотерапию. И вот есть такое исследование. Оно небольшое, но оно красноречиво показывает. Это исследование, которое было проведено у пациентов с раком лёгкого, и которые получали иммунотерапию. И здесь было достаточно красноречиво показано, что при иммунотерапии нет чётких факторов риска возникновения венозных тромболических осложнений, кроме индекса массы тела и метастатического статуса. И очень важно, чтобы было показано, что, в принципе, прогностическая эффективность оценки по шкале Харана, она здесь достаточно низкая. И интегрально, если у нас у пациента амбулаторного 3 больше балла по шкале Харана или госпитализированного у пациента 4 балла по шкале ПАДУ, такому пациенту показана антикоагулянтная профилактика. Если пациент госпитализирован, то, безусловно, здесь основную роль играет низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, реже нефракционированный гепарин. Если пациенты получают химиотерапию амбулаторно, то здесь также низкомолекулярные гепарины. И перейдём теперь к лечению уже состоявшегося эпизода венозных тромбоэмболий. И Алексей Сергеевич сегодня про это говорил, что существует несколько основных исследований, которые касаются применения антикоагулянтов именно при онкоассоциированном тромбозе. И здесь стоит сказать, что, в принципе, для лечения онкоассоциированного тромбоза возможно применение всех групп современных антикоагулянтов. Это гепарины, низкомолекулярные гепарины, это фондапаринукс, это пероральные антикоагулянты и варфарин. И вот пилотным исследованием было исследование КЛОД, где сравнивался дельтепарин с варфарином. Было достаточно чётко показано, что дельтепарин он больше, более эффективен и более безопасен. Затем у нас в нашу клиническую практику вошли пероральные антикоагулянты и было проведено несколько небольших исследований, в частности исследование АДАМа, оно касалось апексабана. И оно показало, что в плане профилактики рецидива апексабана он был эффективнее, при этом не наблюдалось увеличение количества кровотечений. Примерно такое же исследование небольшое было проведено и касалось ревороксабана. Здесь в качестве эффективности также использовался рецидив венозной тромбоэмболии. И было показано, что ревороксабан был несколько эффективнее, чем дельтепарин, но при этом наблюдалось увеличение количества кровотечений. И в 2020 году было инициировано исследование Караваджо, достаточно хорошее и простое исследование, хорошее в плане того, что здесь были достаточно понятные и осязаемые первичные конечные точки. То есть это рецидив венозных тромбоэмболических осложнений. И пациенты были, здесь пациенты, у которых впоследствии случался тромбоз глубоких вен или тела. И вторая конечная точка – это безусловная безопасность. То есть это большое кровотечение. И это достаточно большое исследование. Более тысячи пациентов в нём участвовали. И было две группы. Одна группа получала апексабан в дозе 10 мг два раза в течение 7 дней. Затем до полугода получали пациенты 5 мг. И вторая группа получала дельтепарин. И очень важно, что в этом исследовании было достаточно большое количество пациентов, которые всегда угрожаемы в плане геморрагических осложнений. Это пациенты с раком верхних отделов желудочно-кишечного тракта, с колоректальным раком и с опухолями мочевыделительной и мужской половой системы. И это исследование нам достаточно хорошо показало, что апексабан в плане эффективности не хуже эталонного дельтепарина, при этом не наблюдается увеличение количества значимых кровотечений. И вы видите, если говорить о кровотечениях, то всего было примерно одинаковое количество кровотечений, а больших кровотечений из желудочно-кишечного тракта также было одинаковое примерно количество. При этом, если говорить о причинах смерти, то от кровотечений во второй группе скончало всего по 2 пациента. И в результате этого исследования мы получили препарат, который обладает схожим профилем безопасности и эффективности, но очень большим преимуществом апексабана было то, что это, безусловно, пероральный препарат, и у пациента не было необходимости в постоянных инъекциях подкожных, низкомолекулярных гепаринов. И интегральный современный подход к выбору антикоагулянтной терапии у пациентов с онкологическими заболеваниями, он может быть представлен следующим образом. То есть существует такое мнемоническое правило ДБИП, когда в первую очередь мы оцениваем тромбоэмболические риски и риски кровотечения. И очень важно до начала антикоагулянтной терапии у любого пациента с онкосоциированным тромбозом безусловно определить противопоказания к антикоагулянтной терапии. И по классификации международного общества по тромбозу и гемостазу противопоказаниями к назначению антикоагулянтов является безусловно активное кровотечение или недавнее серьезное кровотечение. И недавнее серьезное кровотечение в течение одного месяца определяется как падение уровня гемоглобина на 20 или более единиц, это переливание двух или более единиц эритроцитарной массы или смертельное или кровотечение в критические так называемые области. Это внутричерепное, внутриспинальное, внутриглазное, перикардиальное, внутрисистовное, внутримышечное с компартным синдромом или забрюшинное кровотечение. Второе – это наличие недавних или развивающихся внутричерепных очагов, то есть метастазов. То есть очень важно выявление этой категории пациентов. И глубокая тромбоцитопения. То есть если у пациента количество тромбоцитов менее 25, то есть такому пациенту противопоказана антикоагулянтная терапия в связи с тем, что такой уровень тромбоцитов и так опасен в плане спонтанных кровотечений. И если у нас нет высокого риска кровотечения, следующим этапом мы определяем предпочтительность той или иной антикоагулянтной терапии. То есть мы выбираем, что предпочтительно пациенту назначить, низкомолекулярные гепарины или пероральные антикоагулянты. И в этом плане у нас низкомолекулярные гепарины, безусловно, имеют преимущество при наличии неоперированного или неоперабельного рака желудочно-кишечного тракта мочеполовой системы. Это наличие сопутствующих заболеваний или токсичности желудочно-кишечного тракта. Это, безусловно, язвы, это эрозии. Когда у пациента имеется тяжёлая почечная дисфункция со скоростью клубочковой фильтрации менее 15, когда у пациента у нас есть серьёзные лекарственные взаимодействия при применении пероральных антикоагулянтов и количество тромбоцитов менее 50. Если этого всего нет, то, безусловно, пероральные антикоагулянты не являются препаратами выбора в силу своей удобности, эффективности и безопасности для лечения эпизодов венозных тромболических осложнений у онкологических пациентов. И интегрально, вы видите, это рекомендации Европейского общества кардиологов, это кардио-онкологические рекомендации. Вы видите, что апексабан, доксабан и реврексабан рекомендуется для лечения венозных тромболических осложнений у пациентов при отсутствии противопоказаний. Это класс рекомендации 1А. То есть, это, безусловно, следует выполнять у пациентов. И низкомолекулярные гепарины рекомендуется для лечения пациентов с количеством тромбоцитов тут неправильно, менее 50. Если у пациента количество тромбоцитов 25-50, то может быть рассмотрено после всестороннего обсуждения антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепаринами в половинной дозе. И также очень важный момент, что после 6 месяцев любой эпизод лечения венозных тромболических осложнений онкологического пациента у нас занимает 6 месяцев. И если у пациента продолжается противопоколевое лечение, то, безусловно, после 6 месяцев надо рассмотреть вопрос о продолжении антикоагулянтной терапии. И сегодня тоже скользь мы затрагивали вопрос, который касается оценки риска геморрагических осложнений. И существует очень много различных шкал. Шкалы СССР, ХАСБЛИД, ХАКУСАЙ. Но здесь стоит сказать, что эти все шкалы, они всё-таки не валидированы для онкологических пациентов, потому что в большинстве своём наличие онкологического заболевания в этих шкалах сразу придаёт очень высокий риск. И, наверное, не совсем правильно использовать эти шкалы у онкологических пациентов. И поэтому существует несколько других подходов к оценке риска кровотечения при венозных тромболических осложнений. И, в частности, существует такой подход, как прагматическая оценка риска кровотечения. То здесь основное значение имеет тип рака. И существует два вида рака. Это рак желудочно-кишечного тракта и рак мочеполовой системы. Когда мы у большинства этих пациентов ожидаем каких-либо геморрагических осложнений. И также существует некий такой симбиоз прагматической шкалы и шкал, которые были на предыдущих слайдах. То есть здесь учитывается как прагматический подход, то есть наличие рака мочеполовой системы, рака желудочно-кишечного тракта и некоторые параметры, которые есть практически во всех шкалах. То есть это клиренс креатинина, возраст, наличие метастатического характера рака и недавнее применение противоопухолевой терапии. То есть известно, что в течение 4 недель после проведения противоопухолевой терапии риск геморрагических осложнений максимальный. Но эта шкала ещё до конца не исследована. Она проходит стадию валидизации. И, конечно, она ещё не может применяться полноценно в рутинной клинической практике. И мы говорили про лекарственные взаимодействия. И на данном слайде видно, что очень большое количество различных противоопухолевых препаратов как для иммунотерапии, так для химиотерапии, как для таргетной терапии имеет лекарственные взаимодействия с пиральными антикоагулянтами. И здесь стоит запомнить, что пиральные антикоагулянты необходимо применять с осторожностью, с ингибиторами цитохрома P450 и P-гликопротеида, потому что именно через эти две системы происходит основной метаболизм пиральных антикоагулянтов. И эти препараты увеличивают риск кровотечения. Это в основном ингибиторы различных киназ, таргетные препараты ибрутениб, имотениб, дазотениб, которые используются для лечения милопролиферативных заболеваний. Это ингибиторы фактора роста сосудистого эндотелия, которые используются для лечения рака почки, рака эндометрия, рака щитовидной железы, гипоцеллюлярного рака. Это сунтиниб, линвотениб, окситиниб, и цитоксимаб, и биоцузумаб. И если у пациента имеется комбинация пирального антикоагулянта и этих таргетных препаратов, то совершенно целесообразно с целью гастропротекции применение ингибиторов протонной помпы. И все лекарственные взаимодействия, их, конечно, невозможно запомнить. И для этого существуют такие полезные интернет-ресурсы для поиска межлекарственного взаимодействия. Вот так выглядит отчёт с сайта drugs.com. Там, допустим, по апексабану и сунтинибу забиваются два препарата, и автоматически выдаётся отчёт о наличии или отсутствии значимых лекарственных взаимодействий. И согласно современным представлениям, это рекомендации Русско-2023, для лечения существует две фазы лечения эпизода острого тромбоза. Это первоначальное лечение и длительная терапия. И если мы используем пероральные антикоагулянты, то эта фаза, она может быть различной. Если мы говорим о апексабане, эта фаза длится в течение 7 дней, то есть пациент в течение 7 дней получает повышенную дозу пексабана 10 мг 2 раза в сутки, и затем пациент до 6 месяцев получает по 5 мг 2 раза в сутки. Если ревроксабан, то есть это начальная фаза, длится 21 день по 15 мг 2 раза, и затем по 20 мг в течение 6 месяцев. Если пациент получает низкомолекулярные гепарины, то здесь фаза первоначального лечения длится 30 дней. Затем мы уже через 30 дней принимаем решение, либо мы продолжаем низкомолекулярные гепарины в редуцированной дозе, либо мы пациента переводим на пероральный антикоагулянт, либо варфарин, если какие-то есть, допустим, противопоказания или ограничения. И также у нас очень важен вопрос в навигации между различными пероральными антикоагулянтами, потому что исследования консерцированных тромбозов показали различную безопасность этих препаратов. Вы видите, вот это онкологическая рекомендация НССН, текущая версия, и здесь достаточно красноречиво показано, что эта опция, она внесена сюда по результатам исследования Караваджо, что апексабан может быть безопаснее дексабана и реварксабана у пациентов с поражением желудка или пищевода и желудка. И также вот недавно, ведь это достаточно свежий сетевой метаанализ 24 февраля 2024 года, и он показал, что здесь было сетевой метаанализ 17 рандомизированных клинических исследований, с более чем 6 тысячами пациентов, с активным раком и венозными тромбоэмболическими осложнениями. И этот сетевой метаанализ показал, что в принципе операльные антикоагулянты, они демонстрируют сопоставимую эффективность, но имеют разные профили безопасности. И именно апексабан или квиз может оказывать антитромботическое действие без повышенного риска кровотечения, что может его выгодно отличать от других стратегий антикоагулянтной терапии у пациентов с активным раком и венозным тромбоэмболическим осложнением. И благодарю за внимание.